Всем привет! С вами я, Дамир, в теле летящей камеры. И сегодня я с Валей... Да, попрошу не удивляться, это Валя, ни в коем разе не Квинти. Пока у Квинти тела нет, а следовательно, его визуализировать нельзя. Мы будем делать 2D игру гонки с видом сверху. Такую же, как на том экране телека. Так, Валя, что ты тут без нас делаешь? Ой, вы уже тут, привет тебе, привет зрителям. Привет! Как видите, я игру уже написал. Извините, но зато теперь я могу без запинок заново вместе с вами сделать копию этой игры. Все хорошенько объясняю. Ладно, сделаем заново. Ты делаешь, я объясняю. Хорошо, тогда поехали в более удобное для разработки место. Здесь больше места, и легче развернуть разработку. Сейчас, я буду тебе передавать информацию о том, что я делаю, а ты объясняй. Хорошо. Так, сейчас нам потребуется найти источники в виде картинок. Найдем текстуру машинок. Открываем Google картинки и начинаем в поле поиска вводить. Машина, текстура, сверху. Первое готово. Второе на подходе. И третье готово. Вот так можно найти исходники для игры, без большого труда и всевозможных затрат. Кстати, как вам такие вот летающие экраны? Конечно, можно и лучше. Но нечто большего от моей второй анимации ждать не стоит. Можно заметить, что подготовленные картинки из Google имеют странные и ненормально выглядящие имена. Поэтому время переименовать их. Благо, процесс это быстрый. Поэтому вот уже информация экранов, можно сказать, уже обновилась. Далее делаю почти то же самое. Только в этот раз надо поменять расширение файлов. И поскольку Квинти пока что не может помочь мне с этим, а это довольно легко реализовать, но времени не хватает, я буду вручную с помощью программы Fmpeg преобразовывать эти файлы в формат PNG. Закидываю файл в папку с программой Fmpeg, открываю консоль, пишу команду, жду, удаляю старый файл, забираю новый файл. Вот потихоньку экраны заменяются актуальной информацией. А это значит, что настало время последнего действия с текстурами машин. Это поворот, размер, прозрачность. И все это делается на телефоне. То есть надо взять их и превратить в картинки шириной 50 пикселей и высотой 100 пикселей, чтобы унифицировать их, не пришлось из кода. А также машины поверну, так чтобы они смотрели вверх. Конечно, это тоже можно сделать в коде. Но сделая это сейчас, можно упростить код, а это непременно плюс. Ну и задний фон убирать тоже надо. Работа сделана, и уже обновленная информация летит сюда. Так, времени до выпуска видео осталось не так уж и много, не учитывая рендеринг происходящего. Поэтому быстро сделаю текстуру дороги, и мне ее надо раздвоить. В итоге получается так. Интересно, может ли быть такое, что кто-то из вас догадался, почему текстура дороги повторяется дважды? Нет? Ну тогда я покажу. Чтобы дорога непрерывно двигалась, и это было незаметно, надо иметь двойную дорогу. Так как, пока одна часть дороги уезжает, на ее место приезжает другая дорога. А поскольку части одинаковые, мы эти уехавшие части можем вернуть на место. Так вот, поэтому на экране будет всегда область дороги 500 на 500 пикселей. Хотя в самом файле дорога будет шириной 500 пикселей, высотой 1000 пикселей. Ладно, наконец-то разобрались с картинками. Теперь открываем проект. Так, перемещаемся из 3D в 2D. И запускаем Visual Studio для создания нового проекта. Естественно, игре нужен таймер тиков, неделимых игровых единиц времени, и Picture Box для вывода изображений на экран. И, конечно, таймер надо включить. Picture Box закрепить в родительском контейнере. Далее идем по событиям. Их тут будет аж трех видов. Событие тик таймера, событие нажатия кнопки, событие отжатия кнопки. Начнем с простого. Это кнопки лево-право. Реализовано это будет следующим образом. Есть две переменные Boo. Press A, press D. Отвечающие на вопрос, нажата ли кнопка. При событии нажатия на кнопку, если это кнопка A, то значение press A должно стать True. Если это была кнопка D, то значение press D должно стать True. Ну а при событии отжатия произойдет обратная ситуация. Press A и press D станут false. Машина. Игре необходим класс машины. У класса машины будут поля x-координата, y-координата, текстура. Создаем конструктор для удобства. Ну и быстро пропишу класс рандома. Этот класс почти в каждом проекте меня преследует. Возврат к текстурам. Надо максимально упростить доступ к ним из кода. А для этого как раз таки можно использовать PIX. Новый статический класс. Ну статический, значит у этого класса нельзя создать экземпляр. Ну так вот, этот класс будет иметь свойства. Ну эти, которые типа завуалированные методы. Раньше у меня были трудности с ними. Считал, что их использование только все портит. Так о чем это я? При взятии любого свойства можно получить соответствующую названию текстуру. А чтоб машина могла иметь случайную текстуру, я сделаю еще и свойства, возвращающие рандомную текстуру машины. Плавно переходим к полям основного класса. Конечно же, игре нужны поля для хранения кадра. Для того, чтобы знать в каком положении рисовать дорогу. Ну и конечно, кадры можно использовать как счетчик. Также надо хранить саму картинку текущего экрана. А также ее в кисточку, к которой надо обращаться, если надо что-то на экране нарисовать. Далее, очевидно, надо поле для хранения пользовательской машины. И поле для хранения основных машин на карте. Простая процедура – инициализация полей. Это место кода исполняется при создании самого окна формы. И после инициализации компонентов, то есть таймера и пикчербокса, я буду инициализировать свои поля. Указываем, что изначально кадр равен нулю. Экран равен новой картинке 500х500 пикселей. Графикс, то есть кисточка, равна кисточке для нашего экрана. Пользовательская машина равна новой машине. И... Тут надо остановиться поподробнее. Ведь надо указать начальные координаты пользовательской машины. А с этими координатами не все так легко. Мы привыкли к стандартной системе, при которой ось Х находится внизу слева и идет направо. А ось Y находится внизу слева и идет вверх. Но у картинок в C-шарпе другой взгляд на все это. Они как бы отражены по вертикали. И в итоге, начал координат не снизу слева, а сверху слева. И получается ось Х находится сверху слева и идет направо. А ось Y находится сверху слева и идет вниз. В итоге, если мы хотим на координатной плоскости 500 на 500 разместить машину в центре, то координаты машины должны быть 250 на 250. Но если хотим нарисовать машину чуть ниже центра, то координата по Y должна увеличиться. И в итоге машина чуть ниже центра экрана будет иметь координату, предположим, 250 на 400. Указали пользовательской машине координаты 250 по X и 400 по Y. А далее из созданного ранее класса PIX достаем свойства, возвращающие рандомную текстуру машины. И последняя инициализация. Это поле списка окружающих нас машин. Ему задаем новый объект пустого списка. Ой, точно, чуть не забыл. Надо также PictureBoxу дать ссылку на наш объект изображения экрана. Далее приступаем к самому трудному участку всего кода. Это метод обработки тика. Будем работать поэтапно. Этап первый. Сделать так, чтобы работал счетчик прогресса. В роли счетчика будет поле кадр. Каждый тик, это число должно присуждаться тексту формы. Продолжением первого этапа будут увеличивать поле кадр каждый тик таймера. Тестово запускаем программу. И... О нет, возникла ошибка. На команде создания пользовательской машины. Но... Немного подумав, можно вспомнить. А ведь текстуры, созданные еще в начале видео, никто не перебросил в каталог запущенной программы. Вот именно, легким перебросом мы синим текстур перетащим из рабочего стола в папку с программой. И запустив программу в этот раз, реализованные функции запустились успешнее. Но проблемы нас не покидают. И счетчик кадров растет слишком медленно. Поэтому есть два варианта причины. Первый, код очень медленно работает. Второй вариант, причина гласит, что может что-то медленно работать между обработками кадров. Если так подумать, то есть один вариантик. Тик таймера происходит не сразу после другого тика. И у них есть интервал срабатывания. Его можно изменить во вкладке свойств таймера. Давайте изменим интервал со 100 до 1. Запуск. И да, это и была проблема. Теперь тики так и летят. Далее попробуем разукрашивать картинку экрана случайными цветами. И поскольку в нашем классе рандома не предусмотрен метод получения рандомного цвета, будем его делать своими силами, исходя из метода взять случайное число. Берем как бы кисточку экрана и говорим. Ей покрасить экран в цвет составлен из трех случайных чисел от 0 до 256. Запуск и... Опять проблема. Конечно же ничего не бывает без проблем. В чем же может быть проблема? Включусь, когда проблема будет найдена. Проблема найдена и в этот раз была уже заметно сложнее, чем все предыдущие. Но уж точно не самое сложное. Оказывается, в целях экономии вычислительных ресурсов, объект PictureBox обновляет свою картинку не каждый раз, как меняется присвоенный битмап. И для того, чтобы PictureBox помочь понять, что пора бы уже нарисоваться заново, надо у него вызвать метод Invalidate. В этом методе даже в подсказках сказано, что надо его вызвать для повторной отрисовки. Нажимаю горячую клавишу F5 для старта программы. И видим, что почти получилось. Тут проблема сразу на глаза. Хоть и PictureBox натянут на всю форму, рисует он картинку не по всей своей площади. Как он это делает, можно увидеть во вкладке режим изменения размера. Со второй попытки подобрал режим. И он для этой игры как раз подходит. Этап первый завершился. Не помню, чтоб второй был. Тогда этап второй – дорога. Начинается. Нам нужно, исходя из кадра, рисовать дорогу. Чтобы было ощущение, что неподвижная машина движется, надо, чтоб дорога двигалась вниз. Центр отсчета у картинки сверху слева. И поэтому просто нарисовать картинку в координате 0,0, а потом Y увеличивать не получится. Но если мы сделаем то же самое, но Y уменьшим на 500, то получится лучше. И чтоб дорога не уезжала, мы ее зациклим с помощью деления с остатком. Вот уже тысяча кадров прошла, и ничего не сломалось. А значит, теперь надо почистить то, что мы натворили. Например, можно убрать закрашивание и красную строку. Этап третий – рисование пользовательской машины. Само название этапа за себя говорит. Нам нужно после рисования дороги рисовать машину игрока. Делается это легко. Просто нужно сказать кисточке «Нарисуй картинку» и даем ей текстуру пользовательской машины. Координату X пользовательской машины, координату Y пользовательской машины. Кстати, пока я эту строчку писал, даже вспомнил, что есть более удобная перегрузка метода DrawImage, в которой вместо второго параметра точки есть второй параметр число и третий параметр число, обозначающие координаты. Проверяю. Все работает, не учитывая, что машина находится не в центре дорожной разметки. Это потому, что при создании машины координаты 200 и 450 указывают на верхнюю левую точку текстуры. И, как видим, да, верхняя левая точка текстуры машины именно там, где нам и надо. Ладно, пока что это исправлять не будем. Оставим на потом. Ну или вообще можно это не исправлять. Этап четвертый. Создание тестовых машин. Ладно, главное в этом этапе, что мы попробуем создать окружающие машины для пользовательской машины. Поскольку это тестовые машины, мы их создадим один раз при старте программы, после кода инициализации. Начинаем писать. В списку добавить новую машину с такими-то координатами и случайной текстурой. Копируем строки и на ее основе создаем 4 тестовые машины. Сразу перейдем к пятому этапу. Отрисовка тестовых машин. Мы с помощью цикла 4H пробегаем по каждой машине из списка и рисуем ее так же, как и рисовали пользовательскую машину. Тест успех. Значит шестой этап. Пробегаем по каждой машине и увеличиваем ее Y. Таким образом машины будут как бы отставать от машины игрока. Шестой этап был легкий. Но и седьмой этап удаление оставшихся. Не будет сильно трудным. Проходим по каждой машине, но в этот раз с помощью цикла 4. Для того, чтобы мы в теле цикла могли использовать номер машины. Проходя по каждой машине, мы проверяем, есть ее Y больше какого-то значения, то мы удаляем эту машину. Таким образом те машины, которые уже уехали вниз, будут исчезать. Восьмой этап. Рандомное создание. Для начала можно просто попытаться создавать в конкретном месте машину с шансом 1% за кадр. Конечно, генерация не без изъянов. И видно, что иногда машины то долго не появляются, то появляются друг на друге. Время удалить тестовые машины. А теперь усовершенствуем генерацию новых машин тем, что координата по X будет случайной. Уже появляется что-то похожее на финальную версию. Не знаю, какой там этап. Но это точно самый трудный. И почти последний. В этом этапе надо определить, столкнулась ли на текущем кадре наша машина с окружающими. Для этого высчитывается разница координат по X и разница координат по Y. Если обе эти разницы показывают столкновение, тогда таймер тиков останавливается. Проверка. Ну, как видите, трудно дождаться, когда наша машина столкнется с другой. Поэтому давайте сейчас подкрутим всякие параметры и теперь уже проверим. Ну и уже долгожданный последний этап – управление. Каждый кадр делается проверка. Если пресс A равен True, то тогда X у пользовательской машины уменьшается на единицу. А если пресс D равен True, то тогда координата X увеличивается на 1. И далее две проверки, которые не дают X пользовательской машине выйти за пределы. Смотрим на итог и поражаемся, насколько мало кода, насколько хорошая игра. И сколько времени я это видео монтировал. Начинал видео планировать два месяца назад. Месяц назад я уже активно делал, хотел выложить, но сильно не успевал и решил выложить симуляцию воды. И теперь опять не успеваю ничего сделать, уже на два дня просрочил. И видео должно было выйти с шестого часа. Но, увы, монтаж выдался слишком сложен. Также удивлен, что видео идет больше 20 минут. И удивлен, что так много слов смог высказать. Возможно, даже и рекорд по всем видео. Так много разговоров в видео никогда еще не было. Надеюсь, что видео хотя бы наберет 50 просмотров. Но, к сожалению, навряд ли до 100 дотянет. Видно, слишком редко выпускаю. Ну, что ж поделать. У меня есть много других дел, которые надо развить. Напоминать про то, что программу можно оптимизировать не надо. Я знаю, как, например, в профилировщике производительности показывается, что в моем методе, тика, есть очень плохая строка, которая, ну, как минимум 25% кадров пожирает. Если не догадались, то ответ прост. Это взятие текстуры дороги для ее отрисовки. Дело в том, что класс PIX не кэширует эту текстуру. И каждый кадр из файла она скачивается заново. Это непременно плохой подход. Но тут таких вот недоработок много. Но затягивать видео я точно больше не планирую. Поэтому заканчиваю 24-минутное видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok